Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование архиепископа болгарского блаженного феофилакта, часть 37. Толкование на послание евреям 1.2. Предисловие. Но в том и состоит великое доказательство истины евангельской проповеди, что Павел, самый строгий ревнитель закона, внезапно обратился ко Христу. Впрочем, и уверовавшие из евреев не совсем внимательно относились к нему, так как он совершенно отвлекал от закона и освобождал от обрезания. Тем не менее, хотя он и послан был проповедником к язычникам, однако пишет и к евреям. Комментарии Игнатия Лапкина. Насколько нужно быть омертвелым, называясь священником, чтобы совершенно не отличать живого от мертвого? Там, где нет проповеди Евангелия, нет рождения свыше. И священники до упаду проворачивают требы, ездят на вызова освящения квартир, кладбища, совершенно не сверяя свою деятельность с прямыми указаниями Христа. Если сегодня в церкви есть какая-то статистика, то только финансовая и о количестве привозимых к окрещению и отпеванию. То, что души не рождаются свыше и есть доказательство истины евангельской проповеди. Где нет проповеди, там даже и не кладбище, а уже давно-давно скотомогильник. Из материалов Освященного Собора Российской Православной Церкви 1917-18 годов. Пункт 4. Определение о... Видимо, параграф 2, что ли. Для большего усиления и развития православного христианского благовестия сообразно с требованием нашего времени весьма желательно привлекать к делу, троеточие, способных к проповедничеству благочестивых мирян. Причем, троеточие, может быть допускаемо и на церковной кафедре за богослужением. Троеточие, с благословения епископа и местного священника. Толкование на Евреям 1.2. Почему же не сказал, говорил нам Христос? Отчасти потому, что они были слабы и не могли еще слышать о Христе. Троеточие, отчасти показывая этим, что Ветхий и Новый Завет – дело одного и того же Бога. Толкование на Евреям 2.9. Один православный, осмеивая бессмыслицу их, сказал, пусть Писание имеет такой смысл, как говорите вы, и в таком случае сказанное говорит за нас. Комментарий Игнатия Лапкина. Когда ныне рассказывают о своем обращении православной, то невозможно найти начало их пути во Христе. И как красочно описывает свое обращение встречу со Христом апостол Павел. Как непередаваемо захватывающие воспоминания тех, кто лично сам пережил встречу со Христом. Как изменилась его жизнь. Как внезапно такой человек отвращается навсегда от греха и пороков, в которых он утопал. Если бы православные знали Священное Писание в толковании святых отцов, то сколько было бы рассказов, воспоминаний о встрече истинно православных с сектантами и еретиками. И в каждом таком рассказе встречалась бы эта фраза. Один православный, осмеивая бессмыслицу их, сказал, пусть Писание имеет такой смысл, как говорите вы. И в таком случае сказанное говорит за нас. А сегодня как бледно, немощно, смешно выглядят православные и их доводы о правоте их веры, когда они беседуют с внешними, с безбожниками и еретиками. Люди не церковные, а смеивают бессмыслицу православных доводов и, как говорит Афанасий Александрийский, именно из-за таких вера православная в поругании. И главная причина за это поругание и осмеяние православной веры... Главная причина, а тут вина, даже буквы больше, а ты считаешь, причина... Подустал уже, да. И главная вина за это поругание и осмеяние православной веры падает на священников, которые сами не исследуют Писание и пасту свою научили только целовать крышку Евангелия, искать внешнего и соблюдать обряды. Толкование на Евреям 2.13 Как бы так говорил? Слыша, что он брат и отец, не подумайте, что он один из многих. Он Бог говорит, на него, как свидетельствует Писание, нужно надеяться, так что здесь нет речи от лица Христа, но от пророка говорящего. Я пророк, буду надеяться на самого Христа, как Бога. Комментарий Игнатия Лапкина Верующий человек должен быть пропитан Словом Божьим. Это делает его недосягаемым для нечистых духов, смелым и отважным и непобедимым. И о чем бы мы ни говорили, мы должны искать подтверждение своим мыслям, соображениям, доводам в Библии и говорить так, как свидетельствует Писание. И когда нам что-то доказывают не по Библии, а этим более всего занимаются православные батюшки, привыкшие ораторствовать, как профсоюзные деятели, мы должны с улыбкой пропеть эти бессмертные слова. Псалом 118, 113 «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Толкование на Евреям 2, 18 Когда Павел говорит о плоти, касается всего уничиженного, однако не недостойного плоти. И нет ничего удивительного, когда и об отце невоплотившемся Писание говорит многое человекоподобное и униженное. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть» Псалом 13, 2 «И сойду и посмотрю» Бытие 18, 21 «И многое множество тому подобного» Толкование на Евреям 3, 16 «Как и для тех не принесло пользы слушание, но напротив, они зато по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божьим». Комментарий Игнатия Лапкина Смерч революции затопил кровью и превратил храмы в обломки Исследователи находят разные причины этому Мы же должны сказать Зато по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божьим Россия потеряла помазанника Божия И все самое вожделенное потеряло будущее Идет уничтожение, завершение истории нации И жалеть Бог запрещает, чтобы не быть проклятым Это меч Господень опустошает Россию Иеремия 48, 10 «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови» Они по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божьим Иерем 4, 3 Толкование «Из того, что сказал Бог, что не уверовавшие не войдут» Толкование на Иерем 4, 12 «Как тогда, — говорит, — не война, не меч погубил тех, но Слово Божье, ибо они падали сами собой, так же будет и с нами» Комментарий Игнатия Лапкина Неужели никто из православных пастырей не читал эти благословенные слова Феофилакта? Почему же пастыри выпустили из рук Слово Божие? Этот меч обоюдоострый Они сделались немощными, уязвимыми и плененными И стали искать союза с теми, кто находится под анафемой православного патриарха и Слово Божие Они стремятся усилить свои позиции тем, что желают, чтобы государство поддерживало только их А всех остальных неправославных и даже православных, но не согласных с советской патриархией душило и громило и уничтожало Это случилось только потому, что из церкви устранили Слово Божие И люди теперь делаются верующими по традиции, по наследству, по привычке Но не имеют духовного рождения, не имеют любви к Слову Божию И не умеют пользоваться этим самым сильным и самым острым мечом Тогда Бог развеял бы всех врагов православия и историки могли бы сказать Не меч погубил тех, но Слово Божие Вот как об этом говорит Нил Синайский Почему Христос теперь повелевает взять нож тем, кто уже научился подставлять щеку? Приближаясь к страданию и готовясь взойти на крест Как по злоумышлению иудеев, так и по собственному изволению ради спасительного домостроительства Господь говорит это ученикам, готовя их к борьбе с противниками истины Но не к борьбе, предпринимаемой по маловажным предлогам Где расположением борющихся управляет раздражение А к состязанию в подвиге, который внушен Богом по пламенной ревности к богопосчитанию Ибо Господь уже видел, что бесстыдные псы иудеи с неистовством восстают против божественного учения И спешат положить конец спасительной проповеди А потому, посылая своих учеников на этот подвиг борьбы с иудеями Повелевает им отложить прежнюю кротость И вооружившись сильным словом, идти на обличение покушающихся низложить истину Хотя христианину прежде всего необходимо достойное одеяние Степенная безмятежность духа и скромный нрав Однако, во время борьбы с противниками необходимо ему и оружие слова Поэтому, говорит Господь в то время, когда я посылал вас учителями к Израилю Вы хорошо делали, проявляя мирное состояние духа И таким поведением привлекая непокорных к послушанию, к ротостью Ведя их к покорности для убеждения действения сильного слова правая жизнь Но поскольку, по моем вознесении, враги истины нападут на нее То каждый из имеющих попечение о нравственном благоустройстве Да отложит старания о соблюдении мира И да приготовится к состязанию Ибо нет никакой несообразности для важнейшего оставить на время менее важно И отложив кротость, сделаться воителем Почему продавший ризу непременно покупает нож И первой не уничтожая и приобретая последний Да и какой покупает он нож? Тот, о котором говорит Христос Не мир пришел я принести, но меч Матфея 10.34 Называя мечом слово проповеди Ибо как нож разделяет сросшееся И связанное разделяет на части Так слово проповеди, вносимое в дом Во всяком из них отсекало друг от друга Соединенных ради зла неверием Отделяя сына от отца Дочь от матери Невестку от свекрови Оно рассекало самую природу И тем показывало цель повеления Господня Для великой пользы И во благо людям взять нож Поэтому Петр немедленно отвечает Что у них два ножа О которых Господь сказал Что их достаточно для предстоящего подвига Ножи же эти, как говорит апостол Есть обличение противников И утешение верующих Ибо в послании к Титу Врачует их Вручает их учителю Чтобы он был силен И наставлять в здравом учении И противящихся обличать Титу 1.9 Чем и разделяет слово на два вида Ибо один вид слова учения к верным И другой слова истины к врагам И одно дело обличение лжи А другое подтверждение истины А что мечом называют слово Это явно для всякого Так как на памяти у каждого Часто повторяемое изречение Писания Ибо Слово Божие живо и действенно И острее всякого меча обоюдоострого Евреям 4.12 Преподобный Нил Синайский Толкование на Евреям 4.14 О каком же исповедании говорит здесь О том что есть воскресение Есть воздаяние И бесчисленные блага там Что Христос есть Бог Будем же держаться этого исповедания Толкование на Евреям 5.1 Теперь Павел хочет показать Что Новый Завет гораздо лучше Ветхого Толкование на Евреям 5.12 Ибо как во внешних науках Прежде всего должно изучить письмена Так и здесь в Слове Божием Прежде должно узнать учение О человечестве Христовом И освоиться с учением Об уничиженном состоянии Его А потом должно приступить К учению о Божественности Требующим более совершенного разума Комментарии Игнатия Лапкина Во всех наших разговорах Свидетельствах перед миром О нашей вере Нужно помнить Что самое главное Что оправдывает произнесение звуков Что не будет в грех никогда Это свидетельство о Христе Не мудростью своей книжною щеголять Но показать величие образа Христа Его голговской жертвы Его страданий Его любви 1 Коринфянам 2.2 Ибо я рассудил быть у вас Не знающим ничего Кроме Иисуса Христа И притом распятого Цитата В Слове Божием Прежде должно узнать Учение о человечестве Христовом И относиться с Его учением Об уничиженном И освоиться, простите С учением об уничиженном Состоянии Его Наша речь Мысли выражаются В написанном От этого Отречься Намного труднее Хотя бы раз в жизни Задайтесь с целью проверить Чем живет Современное православие О чем говорит и пишет О чем старается На что тратиться Если ответить кратко То можно ответить так На что угодно И даже на внешнее благочестие На удовлетворение Внутренних духовных запросов Православной души Но только Не на слово Божие Мы должны не просто Оставить поклонные кресты При том как можно Простите Мы должны не просто Ставить поклонные кресты При том как можно больше Не просто совершать Крестные ходы При том как можно больше Не просто Праздновать Крестовоздвижение И совершать поклонение Животворящему кресту Но нужно Прежде всего Во всем этом Видеть свидетельство о страданиях Христа. И читая Библию, изучая ее, благоговея перед нею, нам в Слове Божьем прежде должно узнать учение о человечестве Христовом и освоиться с учением об уничиженном состоянии Его. Евреям 5.14 Толкование Видишь ли, что необходимы обучение, упражнения и опытность в Писаниях? Если мы намерены различать, что еретическое и что не таково, а не просто ко всему склонять слух. Комментарий Игнатия Лапкина У многих священников и даже у рядовых прихожан есть толкование блаженного фефилакта. У православных принято за установку. Книга отдельно, а я сам по себе. То есть, читанное из Библии в жизни никак не притворяется. Но если предположить, что они дочитают до этого места и глаза остановятся на этих выделенных словах, необходимы обучение, упражнения и опытность в Писаниях, то какова будет дальнейшая реакция читателей? Если они признали, что блаженный фефилакт не сектант, не еретик, не баптист, то значит легко предположить, что он был сосудом Духа Святого, что в действительности и есть. Значит, после прочтения этих слов, необходимы обучение, упражнения и опытность в Писаниях, как бы непосредственно слышанных от болгарского архипастыря в его храме, нужно сразу же собрать всех домашних, открыть Библию, которая и есть Писание, ибо ничто другое не называется Священным Писанием, и начать читать, записывать и заучивать. Нужно сразу же эти слова соединить со словами Христа Спасителя, Иоанна 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. С этими словами вполне согласуются слова Феофилакта. Необходимы обучение, упражнения и опытность в Писаниях.